19 часов в Саратове, в эфире новости телеобъектив, в студии Ирина Романова. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Мы вынуждены подходить или же носом в берег высаживаем народ. Каждая капля на вес золота о том, почему уровень воды в Волге заставляет волноваться рыбаков и капитанов, в репортаже Кристины Трушиной. Этими льготами могут пользоваться далеко не все. По правилам, минимум 10% парковочных мест должно быть приспособлено для инвалидов. Какова ситуация в Саратове, узнала я, Екатерина Молчанская. Мастера артиллерийского огня. В Саратове стартовал российский этап этих соревнований. Сержантов и офицеров проверяют на меткость. Лучших отбирают в сборную России для участия в международных армейских играх. На границе Средней и Нижней Волги нас ждет еще один теплый день. Жаль, но этим летом их так мало. Подробности в рубрике прогноз погоды. Каждая капля на вес золота. Ученые бьют тревогу. По их словам, участок Волгоградского водохранилища в районе Саратова давно пора спасать. Речные протоки зарастают, уровень воды периодически падает. Из-за этого снижается количество рыбы. Иногда возникают проблемы с судоходством. Кристина Трушина побывала сегодня на Волге и узнала, из-за чего теплоходы не всегда могут дойти до места назначения. Кот наплакал. Так капитан Александр Вьюнов говорит о Волге начало этого лета. Пару недель назад экипажу Омика пришлось понервничать. Из-за сброса воды уровень реки упал почти на метр. Возле дачных поселков, куда ходит судно, водоем обмелел. Например, к Пудовкино вообще не могли подойти. Людей высаживали в соседнем селе. По словам капитана, проблема возникла недавно. Раньше у берегов проводили углубительные работы. Мы вынуждены подходить. Или же носом в берег высаживаем народ, или же так же бортом подходим. Но уже года прошли, ничего не сделали, правильно, за эти пять лет. Поэтому обмелело уже, получается, подход. И мы вынуждены, в общем, любым способом, но только лишь бы подойти. От падения уровня Волги пострадала и живность в реке. В Институте рыбного хозяйства говорят, это вредит нересту. Прежде всего, под угрозой те виды, которые откладывают икру на растениях. Щука, окунь, судак. По словам специалистов, сброс воды произошел не вовремя. Если в это время изменить уровень воды, если он будет падать, то, во-первых, икра может просто обсохнуть. И, соответственно, вся рыба, вся личинка, вся икра погибнет. Икра, если будет резкий спад уровня, то рыба просто не будет нереститься. Произойдет резорция икры, и в течение этого года и последующего мы потеряем всю молодь. Биологи уверяют, ежегодно от колебаний уровня реки в регионах Поволжья недосчитываются около 15 тысяч тонн рыбы. Но в Министерстве природных ресурсов говорят, засохшие икры в местных нерестилищах в июне не видели. А значит, и волноваться незачем. По словам руководителя ведомства, объемы сброса воды регулярно обсуждаются. Глубина Волги в первую очередь зависит от работы гидроэлектростанции. Избежать колебаний уровня Волгородского водохранилища невозможно. Идет весенний паводок. Вначале набирается Куйбышевское водохранилище. Через Жигулевскую ГЭС сбрасывается нам. Срабатывается Куйбышевское водохранилище. Потом процесс происходит волнообразно. То есть это имитация весеннего половодия. По словам ученых, за последние 10 лет были от силы пара сезонов, что называется, урожайных на рыбу. Есть, что вспомнить и на судах. Правда, с ужасом. В 2010-м вода опустилась до 13 с небольшим метров. Для речников цифра критическая. При отметках ниже этого навигация запрещена. Кристина Трушина, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Мастер-класс от пожарных. Сегодня в Саратове отметили юбилей музея МЧС. Экспозиция представлена в здании главного управления ведомства. В честь праздника ветеранам, школьникам и студентам рассказали о достижениях сотрудников службы. Детей научили пользоваться огнетушителем, продемонстрировали, как работает куб жизни и как пожарные сдают необычные нормативы. Екатерина Молчанская тоже побывала на празднике и узнала много нового. 600 тысяч посетителей за 40 лет работы. Такую статистику сегодня приводят на юбилей Саратовского музея МЧС. Этот экспозиционный центр считается одним из лучших в России. На экскурсии сюда приводят даже иностранцев в залах музея, стенды, рассказывающие о работе ведомства, снаряжение и боевая одежда пожарных спасателей-саперов, а также макеты, техники и диорамы. У нас здесь есть уникальные диорамы, которые показывают, во-первых, пожар в Саратове в 1855 году. А вторая диорама показывает нам, как на ваших глазах сгорает квартира, все это происходит в считанные минуты. И, конечно, у нас замечательные макеты, которые сделаны еще в 70-е и 80-е годы, когда существовала пожарно-техническая выставка. Они подают воду, пену, показывают, как тушат пожары на различных предприятиях. После официальной части поздравления сотрудники ведомства провели показательные выступления. Гостям праздника, школьникам и студентам показали, как используется представленное в залах музея снаряжение. Демонстрацию самоспасения проводят мастера, пожарные спасатели, специализированные пожарно-спасательные части. Скоро в Саратове появится новый музей. Сейчас идут переговоры. Руководство главного управления МЧС области планирует пригнать к Соколовой горе пожарный корабль. А посмотреть на эту экспозицию можно хоть сейчас. Экскурсии проводят ежедневно и совершенно бесплатно. Спасибо. Это была Екатерина Молчанская. Она рассказала о 40-м дне рождения Саратовского музея МЧС. На полигоне «Широкий Карамыш» стартовал российский этап соревнований «Мастера артиллерийского огня». Он проходит в рамках подготовки международных армейских игр. Сейчас идет отбор в сборную России. Шесть команд из всех военных округов страны проходят полосу препятствий. Косогор, водная преграда – это участки, которые надо преодолеть на технике. Затем сержантов и офицеров проверяют на меткость. Судят строго, но у каждого расчета есть право на три ошибки. Сильный ветер уносит снаряды от мишеней. Лучших стрелков из автоматов, гранатометов и минометов отправят на международный конкурс в Казахстан. Самые яркие моменты отборочного этапа мастеров артиллерийского огня мы оставляем без комментариев. Желтый строй, сингло окончил. Расход не имели, попадать нет. Если расчет не справляется, допустим, не попал с первой мины в решение, то есть у нас идет дополнительное время, но это же время мы можем выиграть на трассе. То есть водитель уже начинает прибавлять скорость, где-то положено ехать потише. Мы там едем побыстрее. Адреналина тут, да. Особенно косогор, гора и водные преграды. После стрельбы с миномета едем на огневую позицию, на стрельбы с автомата. Мы заряжающий и снарядный стреляем с автомата. Водитель у нас стреляет с РПГ. Командир миномета у нас стреляет с ПКТ. Волнение. Конечно, это тоже бывает. Где-то у тебя не получается, тут на тебя еще командир миномета накричал. Соответственно, у тебя руки еще сильнее, давай дрожать. У тебя опять не получается. Все. Дополнительное время пошло. Дополнительное время пошло. С первого июля. Тотальный контроль. С первого июля в России заработают новые правила для предпринимателей. Они должны заменить старые кассы на новые, так называемые, онлайн-аппараты. Информация о продажах будет поступать в налоговую инспекцию одновременно со сделкой. По словам специалистов, это позволит усилить контроль за работой торговых точек. Однако, по давней российской традиции, уложиться в срок успевают не все бизнесмены. Подробнее поговорить об этом нововведении мы решили с главным государственным налоговым инспектором Ириной Грановской. Она сегодня гость нашей студии на Московской. Ирина Рашидовна, здравствуйте. Скажите, зачем нужно было менять кассовые аппараты? В первую очередь, создание комфортных условий в простоте и удобстве применения онлайн-касс, как для предпринимателя, так и для государства в целом, посредством бесконтактной системы администрирования. То есть, это полный контроль за своевременностью и полнотой учета выручки, легализация бизнеса. А сколько бизнесменов уже перешли на новые аппараты? В настоящее время на территории нашего региона зарегистрировано более 9700 единиц контрольно-кассовой техники нового типа, что составляет несколько более 60%. А остальные 40% предпринимателей отказываются тратиться на новую технику или какая-то другая причина? Существует некоторая проблема со сроками поставок фискальных накопителей. Эта проблема существует на территории всей нашей страны, не только нашего региона. Если налогоплательщик вовремя беспокоился о приобретении нового контрольно-кассового оборудования, но по независимым от него причинам они не были поставлены ему в срок до 1 июля 2017 года, это означает отсутствие вины данного налогоплательщика. Если магазин или ларек находится в деревне, где проблемы с интернетом, например, его владельцу тоже нужно обновлять технику? Конечно, существуют исключения. Оговаривается возможность неприменения контрольно-кассовой техники в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Перечень этих пунктов приведен этим постановлением. И второе постановление – населенные пункты, удаленные от сетей связи. Но в этом случае налогоплательщики обязаны применять контрольно-кассовую технику, но без передачи онлайн-данных. Спасибо. Об установке новых контрольно-кассовых аппаратов в торговых точках мы поговорили с главным государственным налоговым инспектором Ириной Горановской. Она была нашим гостем в студии на Московской. Накоренился в Саратове башенный кран может рухнуть на недостроенный дом. ЧП произошло сегодня на улице Карла Маркса. Там рабочие возводят многоэтажный дом. По их словам, металлическая конструкция сошла с рельсов и сильно наклонилась. Строители вызвали спасателей. Поставить кран обратно на рельсы специалисты планируют с помощью большой грузоподъемной машины. Если это сделать не удастся, конструкция может рухнуть. На этот случай спасатели уже рассчитали место падения крана. Территорию стройплощадки оцепили патрульные. И такова была первая часть выпуска. Смотрите, что будет дальше. Россияне в следующем году получат фактически второй отпуск. Дополнительные 28 дней согласовали в Федеральном министерстве труда. Подробнее об этом и других событиях узнаете из хроники дня. Этими льготами могут пользоваться далеко не все. По правилам, минимум 10% парковочных мест должно быть приспособлено для инвалидов. Какова ситуация в Саратове, узнала я, Екатерина Молчанская. Какая погода ждет нас завтра на Федора Летнего, через пару минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. В Красноармейске, Марксе, Татищеве и Советском районе переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду и тепло. Ночью плюс 14, плюс 18, а днем до плюс 28. В Саратове и Энгельсе также возможен кратковременный дождь. Температура ночи 15-18 градусов, а днем до 27 выше 0. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба. А вода в Волге плюс 18. Можно открывать купальный сезон. О градусах все. Мы снова в студии. Время рассказать о событиях в стране и мире. Россияне в следующем году получат фактически второй отпуск. Дополнительные 28 дней входят в календарь праздничных выходных, которые сегодня представили в Федеральном министерстве труда. Планируется, что мы будем отдыхать с 30 декабря по 8 января, затем в феврале три дня, в марте четыре, в апреле мая пять, в июне и ноябре еще по три дня, сообщает российская газета. Среди всех стран мира наша лидер по количеству выходных. По некоторым данным, в прошлом году экономика России потеряла от праздников более триллиона рублей. О других заметных событиях уходящего вторника далее хроника дня. Станислав Волоченко в студии. Стас, тебе слово. Добрый вечер, Ирина. В Карелии спасатели ищут пропавших на Ладоге подростков. Лодка с пятью несовершеннолетними перевернулась во время шторма. Двое парней смогли доплыть до берега и сообщить о ЧП. По словам сотрудников МЧС, шансы на спасение крайне малы. Температура воды не больше 10 градусов. Однако в акватории Ладожского озера много островов, куда могли доплыть два парня и девушка. На катере они отмечали день рождения, сообщает Лента.ру. Судьба троих пока неизвестна. В настоящее время здесь на месте через два с половиной часа была средоточная группировка 258 человек, 55 единиц техники, в том числе 17 профсредств. В Хабаровском крае вынесли приговор контрабодистам, перевозившим черную икру в гробу. Четверо получили от двух до пяти лет тюрьмы. Еще двое отделались условным наказанием. На группировку вышли случайно. Полицейские остановили катафалк за превышение скорости. Оказалось, что похоронный автомобиль буквально набит контейнерами с деликатесом, передает Интерфакс. Вот вскрыли гроб, в гробу такие же контейнеры. Гран-при Каннских Львов впервые вручили за мем. Это смешная картинка с текстом. Награду получили австралийские ученые за Грэма. Это манекен человека, который может выжить в ДТП. Австралийские власти заказали проект у художников и врачей-травматологов, чтобы обратить внимание на последствия автомобильных аварий. Грэм получил большую популярность в интернете и стал мемом. Спасибо. Это был Станислав Иваченко с новостями с Лент Мировых информагентств. Разбили сад. В Саратове полицейские задержали двух мужчин. Их подозревают в торговле коноплей. Растения выращивали на съемной квартире. Все делали по книгам. Для этого одну из комнат переделали в настоящую теплицу. В помещении горе-садоводы установили специальные лампы, сделали систему полива и вентиляции. Всего сотрудники насчитали 54 куста. Горчки с коноплей изъяли, а злоумышленников задержали. Они заявили, что коноплю выращивали не для продажи. Зачем вам столько много? А я просто купил. Он сказал, что надо сначала купить много семечек, потому что есть невсхожесть у них. Но я подумал, раскованная-то есть. Я не знал просто, сколько выйдет, что выйдет, какое количество. Сколько мог, столько и поставил. Места не для всех. Парковаться людям с ограниченными возможностями в Саратове становится все сложнее. Обратить внимание на эту проблему у нас попросили телезрители. Здоровые водители, стремясь занять места поближе ко входам в торговые центры или общественные места, паркуются на приспособленных для инвалидов участках. Во-вторых, на половине улиц специальных знаков вообще нет. Екатерина Молчанская отправилась в рейд по дорогам города. За рулем он уже не один десяток лет. Александр Несовцев – председатель областного общества инвалидов. Травму получил во время военной службы. С тех пор ездит с желтыми наклейками. Говорит, припарковаться на специально отведенных местах людям с ограниченными возможностями непросто. Выделенные участки постоянно занимают здоровые водители. С ними ругаться как-то бесполезно. Подходишь, говоришь, ё-моё, освободи место. Он смотрит вот так глазками, хлопает. И, ну, как сказать, как будто ему все равно, ну, Господи. Он же ни в такой ситуации не был. Он не понимает, что человеку, возможно, сложно дойти сколько-то метров. Отправляясь с нами в рейд, Александр предупредил, на половине городских парковок таких мест в принципе нет. Например, улица Московская. На отрезке от Рахова и до Радищева вообще ни одного специального знака. Хотя парковочных карманов много. Поставили барьеры. Набираешь по номеру телефону, чтобы подъехать. Он говорит, вот там есть места пустые. Почему вы не можете разве там встать? Он говорит, да я хочу поближе, чтобы поменьше идти. И такие нюансы есть. А вот возле областной думы сразу шесть специальных мест для парковки. Половина из них занята. Желтых знаков на стеклах мы не обнаружили. Но, как оказалось, их водители-инвалида клеить и не обязаны. Вообще, по законодательству, автомобиль инвалида может быть оборудован значком инвалид, может быть не оборудован. Это по желанию инвалида, но он обязан иметь при себе удостоверение инвалида первой, второй группы. Эти парковочные места обозначаются специальными знаками, а на асфальте должна быть разметка. Кстати, пользоваться такими льготами могут не все. Только те, кто перевозят детей с ограниченными возможностями инвалиды первой и второй групп, а также их водители. Что же касается третьей группы инвалидности, вне зависимости от диагноза и самочувствия, за остановку здесь этих людей штрафуют. Екатерина Молчанова, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив. И это все главные новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами на этом прощаюсь, а вас по традиции ждет встреча с главным редактором Ильей Леонтьевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова